Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане. В республике более 2 миллионов граждан старше 60 лет. Самым дорогим подарком в этот день, конечно, станет внимание и человеческое тепло. С одинокими пенсионерами в Центре социального обслуживания «Шарапат» встретилась наш корреспондент Тополина Зачинала. В свои 74 Евгений Александрович полон сил и энергии. В этом центре для пожилых людей живет уже два года. Здесь ему сразу поручили роль старосты. Следить за порядком пенсионера получается лучше всего. Почти так же, как лечить. 50 лет жизни мужчина посвятил профессии врача. Я обычно всегда говорю, врач с нехорошими заболеваниями. Это врач по инфекционным заболеваниям, врач-инфекционист. И всегда увлекся этой работой, пошел по этому пути и лечил инфекционные любые заболевания. Работал на основной работе, подрабатывал в других поликлиниках, поэтому рано вставал, поздно приходил домой. Вот это мой жизненный путь был. Евгений Александрович продолжал работать врачом и на пенсии. Но личное здоровье подкосилось после перенесенной формы коронавируса. Тогда он решил переехать в госучреждение, рассказывает пенсионер. Была жена, есть ребенок, сын. Он сейчас живет в дальнем зарубежье, в Германии. Тоже переучился на медработника и медбратом работает. Вот, и сейчас здесь один в доме шарапат. Родителей уже нету. Был брат, брат, но уже нету его брата. Здесь у меня племянница есть, семья племянницы. Тоже часто встречаемся. В этом социальном центре проживает 208 пенсионеров. У каждого из них своя история. Кто-то решил переехать сюда по собственному желанию, но большинство проводит старость в коммунальных стенах от безысходности. Таким примером стала жизнь этой 85-летней пенсионерки. Айганем росла в детском доме. Рано вышла замуж, в браке была счастлива. Правда, своих детей родить не получилось. А когда умер супруг, женщина вовсе осталась без надежного плеча. У меня была квартира. Потом сестренка замуж вышла. Когда муж умер, они жили на квартире. Я говорю, переходите ко мне жить. Года два жили хорошо. Потом она начинает. Ты много гостей ходишь, много гостей живешь. Я тебе служанка, что ли? В моем доме живет и говорит так. У нее двое детей уже. Потом разозлилась, пошла вот сюда. В дом в ресторе. Здесь женщина живет почти 20 лет. А сегодня в Центре социального обслуживания «Шарапат» устроили праздничный концерт. Улыбки пенсионеров подтверждают. Внимание для них самое главное. Полина Зачиналова, Артур Грожняков, Хабар, 24.